Сделать городские рынки удобнее – одна из задач на ближайшее время. Гродноторгсервис подвел итоги уходящего года и наградил лучших сотрудников. Хоть декабрь выдался экономически тяжелым для всего города, предприятию удалось выполнить все намеченные показатели. В состав Гродноторгсервис входят рынок Южный, а также мини-рынки Девятовка, Форты, Фолюш, Принеманский и Полиграфистов, а также другие торговые точки города. К слову, на модернизацию предприятие потратило более 5,5 миллиардов рублей, большая часть которых ушла на реконструкцию магазина «Батория». Гродненцы уже по достоинству оценили новый интерьер-кафетерия и широкий ассортимент продукции на прилавках. Основная задача для предприятия на будущий год – привлечь покупателей на рынки. Главное направление, о чем я буду сегодня говорить и перед своим коллективом, это привлечение как можно большее количество покупателей на наши рынки, с тем, чтобы сохранить их имидж, безусловно, удержать своего покупателя. Но для этого надо совместно будет работать с предпринимателями по ценовой политике. Конечно, она должна быть сегодня более гибкой, это очевидно. Это, конечно, благоустройство рабочих мест предпринимателей, чтобы они были более комфортны. С этой целью мы сейчас реализуем проект по созданию магазинов-складов, который, надеемся, в первом квартале 2015 года будет реализован и запущен. В 2014 году Гродноторгсервис обустроил много рабочих мест. В следующем году предприятие завершит этот процесс. Также планируется расширить возможности рынков, например, предоставлять парикмахерские услуги или осуществлять ремонт. Одной из задач также стало и развитие рекламной деятельности. В следующий год большая у нас программа по благоустройству вещевого рынка, в частности, потому что асфальт и помещение для торговли практически больше ничего, поэтому мы хотим его сделать максимально комфортно с точки зрения озеленения, как можно было, чтобы было более цветочных различных решений в этой части. Но и в целом вопрос общепита поднят на более высокий уровень. Для этого тоже работаем с желающими заниматься этой деятельностью. В будущем вещевые рынки могут стать универсальным местом не только для совершения покупок, но и для отдыха. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.